Сегодня в Соединенном Королевстве был опубликован довольно большой массив данных, характеризующих состояние рынка труда. Уровень безработицы должен был вырасти с 4,2% до 4,3%, но она осталась неизменной. Однако это никак не сказалось на настроении рынка. Почему? Давайте разбираться. А все потому, что инвесторов гораздо больше волнует инфляция в Соединенных Штатах. Так что даже если бы фактически данные по безработице Великобритании отличались сильнее от прогнозов, то это все равно мало бы на что повлияло. Ведь Банк Англии пока не посылал никаких намеков относительно необходимости смены курса денежно-кредитной политики. Другое дело, американский Центробанк. Согласно прогнозам, темп роста потребительских цен в Соединенных Штатах должен замедлиться с 3,2% до 3,1% годовых. И хотя это незначительное замедление, если ожидания подтвердятся, то это будет означать лишь то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки. А уже по итогам завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке Американского Центробанка, вот тогда уже скорее всего будет сделан ряд определенных заявлений, которые будут подготавливать общественность уже к предстоящему смягчению монетарной политики. Что в целом, конечно же, приведет к ослаблению позиций доллара США. И начаться этот процесс, по сути, может уже сегодня с выходом данных по инфляции. Что же мы пока видим на графиках? Валютная пара евро-доллар замедлила снижение в районе значения 1,0750. Этот шаг привел к остановке покупок доллара и продаж евро, что в итоге вызвало застой с потенциалом роста графика пары. В данной ситуации трейдеры рассматривают восходящий сценарий графика как восстановительный в случае стабилизации котировки выше уровня 1,0800. Нисходящий сценарий предполагает возможность продления действующей на рынке коррекционной фазы при удержании котировки ниже значения 1,0750. Валютная пара фунт-доллар замедлила формирование коррекционной фазы в районе уровня поддержки на 1,2500. В результате сокращения объема коротких позиций произошло частичное восстановление позиций по фунту стерлингов. Для последующего этапа восстановления стоимости британской валюты необходимо стабилизация котировки выше значения 1,2600 в течение дня. В противном же случае этап восстановления может смениться боковой амплитудой в границах 1,2500-1,2600. На этом у нас пока все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео. Через пару часов я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok